приветствую вас на канале а сама дай play итак давайте продолжаем нашу игру так у нас где она у нас она вот вот это наверное да да а куда мы приплыли не знаю а точно там же мужик так не выходит с этой стороны выходит какой-то мужик от серп и молот а я туда даже идти могу и сюда мог но давай сначала туда откуда приехали вот нам туда не возвращаться слушай оскар в чем дело почему поезд стал где мы снова кончился завод кей уолкер что касается наших возможных географических координат не имею ни малейшего представления что ж тарина давай искать заводник надеюсь что он тут есть загрязненность воздуха превышает допустимые нормы я не могу покинуть поезд иначе я рискую непоправимо заржаветь но ты и так уже ясно ну что ж так ладно я ненадолго я никуда не уйду кейт уолкер там ветер завылась что ли понять не могу дорог и где-то у меня наушники барахлят так это давайте пока до упора дойдем а дальше будем смотреть так тут чё у нас это куда пока подожди стой давай залазим блин там дети шумит по уху аж бьет так что у нас здесь имеется так и что это у нас музыкальная штучка вау что-то тут написано что-то робота завести можно что ли так понятно ну чё там нам надо видимо роботу чё-то сюда поставить это он механизм какой-то и он что-то будет делать и какой-то ключ ключ к нам тоже достался книга нет так ну как ключ есть ключ есть о я чё-то чуть-чё-то я развалил давай так а что он сделает он наверное заводить то будет непонятно сейчас минутку подождите непонятно непонятно кристалл нет вот я думаю сюда что-то тоже вставлять надо а во еще даже двигаюсь вот это обманка якобы один раз продвинулся и все может с его на ноги кстати заводить и надо волной ноге может устроить заводной элемент элемент ну-ка еще разок можно поезд заведем можно двигаться все все вообще считаю что можно на поезд сесть и двигаться можно вообще к это странный такой кран конечно где курсор мне туда не попасть куда что-то не понимаю так мы завели час обратно что ли надо ну-ка давай-ка еще разок попробуй может я что-то не то нажал но мне туда не попасть а надо обратно его отогнать видимо хорошо давай насколько тебя назад надо отогнать сейчас до конца тебя гнать что ли на 2 тогда что там тоже в ногах ладно выходим а вот можно на один раз отогнать было это я куда-то попадаю а здесь что так у меня ничего нету не музыкально же эта штука тыкать так а сюда значит потом надо будет прийтик хорошо я понял тебя так давай залазим назад и теперь мы еще раз откатимся вон она как замучено туда же давай еще назад мощно катаемся мы сейчас здесь вот такой робота вах давай упрись вагон да подтолкни как следует какой-то завод я не знаю углезаводская что за станция такая петербург алиемская ему сперва говорят это город ленинград ты чё за тип хватай его этого раковообразного давай он и то бегать умеешь ну а куда он побежал и быстрее ну так двери дверь заперта нужно найти другой выход это чё такое это просто болты просто болты так чё он украл то у меня там слонах этот где роботник эй ты где ты должен был охранять поезд пока твой хозяин бегает так на другую сторону нет не могу смотрим так нет смотрите-ка все на месте так кстати давайте прослушаем дорогой ганн какое счастье получить от тебя висточку после долгих лет войны значит ты теперь работаешь на русских здесь про них ходят очень тревожные глухи но это неважно главное что ты жив и здорово от одной мысли об этой твоей закопченной фабрике я начинаю кафе хорошо по крайней мере что твой талант оценили по заслугам а созданные тобой автоматы избавляют людей от черной работы сделать чью-то жизнь хоть немного легче с помощью машин поступок истинного фаральберга и я очень тобой горжусь владелина постепенно возвращается к мирной жизни возвращаются домой солдаты хоть и не все город начал оживать но нужно еще годы чтобы память о войне изгладилась и боль прошла целую анна по крайней мере мы узнали теперь с ним все хорошо он работает на русских так и поставила на место да октября здесь нету господи оскар скажи что на себе так развязать его надо чем о чемодан который мой что ли давай говори ты цел это чудовищно это переходит все границы я пережил гнусное нападение какое еще нападение руки у меня нет рук их похитили точно обеих рук нет кто же это сделал что тут вообще творится одно можно сказать с уверенностью кейт уолкер этот гнусный акт вандализма совершил дикарь незнакомый с цивилизацией и психически не уравновешенный ты его видел расскажи все по порядку я стоял чистил свои шарниры мне пришло в голову что при таком количестве пыли в воздухе оскар словом я был занят делом и вдруг кто-то схватил меня сзади со страшной силой и связал я не мог защищаться я даже крикнуть не успел он сразу заткнул мне рот после чего демонтировал мои руки ужасными омерзительными крещами бедняжка оскар ну ты его рассмотрел говорю это был сущий дикарь красные глаза стальные зубы кожа темная и вся в коросте а как от него гнусно воняло чудовище настоящее чудовище кейт уолкер и еще он был вооружен оскар милый успокойся все будет хорошо ну вот готова желаю удачи кейт уолкер понятненько так чё у нас здесь платье вот болен сюда дай заходим это это чё такое уточки то щипцы мне не нужен лишний если тебе надо да нет вроде ему не надо так ладно у меня теперь есть щипцы так но здесь то мне тоже ничего не надо это все мы просмотрели прослушали сейчас нам скорее всего надо будет либо к двери идти хотя там вроде нет но в другую сторону уже зайти я думаю скорее всего надо нам подняться потому что раз мы там же писали что но она сказала что не может пройти ну вот там то дыра то было помните это прям один раз откатились то я думаю мне туда сейчас клещами такой проволоку там перекусить все я туда должен пролезть вот вот сюда вот я так думаю я давно проходил два раза три и как оно было сейчас я уже точно не могу вспомнить вот сейчас выйдем и посмотрим но сейчас мы зайдем туда наверное я так думаю что мы должны зайти потому что а можно можно было бы в другую сторону конечно что побежать и там посмотреть ладно потом оставил эту сторону мне просто пипец как жутко интересно чё здесь так а чё-то смотрите что-то делаю где смотрите вот так консервную банку вырезаю что-то так я же вроде там дыра и так было такое хулиган что ж теперь поделаешь залазь куда трубы ящики бочки здесь чего баллоны а вот куда-то прошли пожарный пожарный нет ящики чего чего-то есть смотрите на чё там наткнулся так это чё такое а это куколка свеча зажиг а причем здесь понятно что-то непонятно змеевик пистеренки клепки так осколки так пока я вроде ничего хотя может быть надо а смотрим нет нет так просто посмотрели да непонятно ладно ладно а здесь что у нас ушелились тоже непонятно это же стекло так ладно как я понимаю вам здесь нам здесь нам здесь больше делать нечего давай выходим сюда блин так то муторно дальше с этого еще гнать обратно а ведь ничего не поделаешь ну свеча то мне здесь не нужна эта штука и так ездит свеча наверно вон для того нужно будет для следующего его поди тоже надо куда-то гнать ну так тут давай отъезжаем а вот почему не могли я были сразу да не заметил там стремянка есть вот почему мы у поезда не могли слезть просто там не было стремянки вот поэтому мы следствие не могли у поезд сразу покинуть чё слазь хотя там прыгнуть можно было бы прыгнуть вот видите вот частная на стрелках то расписаться от ее там не было поезда так в поиске не со свечой не надо двери за закрыта не на дайте посмотрим что у нас другом сейчас посмотрим может дверь свечу заполкать либо там провод звонок перегрызть можно так нет нет дверь заперта нужно найти другой я блин думал что я вдруг упал другой выход а это оказывается нет ладно вау тут там райдер вообще гоняло по советах как на советскую базу похоже там кстати это у меня помрайдер это есть где про советскую базу дега а подождите что за динамит непонятно это что за палка берем палку то ли фонарь надо его разбить так ну здесь все легко и просто ну алло алло это плохо слышно дэн понятно ни хрена не понятно короче так тут свет должен быть подожги чего-нибудь так это чё вот какой-то генератора туда запуск запускаем так если эта штука вообще работает в ней явно чего помощь не хватает ну только вот это может быть блин это чё еще ни хрена себе ладно так надо теперь запустить как запускать так так ну крутись то это а вот это вот это вот опять вызывать так ладно ну пойдем ладно куда тут похоже на вентиляционную шахту так похоже на вентиляции нет плоскогубцами тут пока еще ничего не перепустить этими кусачками крыса а нет так куда не идёт аккуратно идешь сюда идешь здесь тележка это чё это еще один лифт меня поднялся так это чё такое вау ладно давай побыстрее пожалуйста сейчас посмотрю что-то наверху есть это какой-то смотрите кто-то играет так пальцы откусить нет но и отверткой тоже смысл она бы здесь лежала бы так что ты вообще нужен нет смотрите-ка вроде как не задействовала хочу сделать это большой орган она должна на нем сыграть так вентили здесь нету так ладно посмотрим что здесь есть так как-то надо запустить она это что такое нет это ты обратно убежишь так ладно смотрим что у нас тут есть камера есть ухты дверь заперта у меня есть отвертка дверь у меня есть пассатижи тебе еще нравится куда можешь еще не спротив а смотрите я куда-то еще прошел так вот подожди вот сюда это это я куда попал так тут вроде ничего нет о смотрим это что такое что написано о порте непонятно ну-ка а вот она чё апель надо каждый до 1 зачем мне эта табличка так табличка мне не надо это лестница что ли ох ты куда-то я попал какой-то винтель идет подожди крути не понял так но я вот это тело и ее так не могу отвертка а напасть нет значит пора поговорить с ним эй кто вы такой имейте ввиду я вас не боюсь так что без фокуса зачем вы это сделали что вам надо произошло недоразумение а по моему произошел обыкновенный грабеж сейчас же верните мне руки слышите руки но ведь обе руки у вас на месте я все объяснил уверяю вас я вовсе не грабить а кто ты ну разумеется вы только залезли в мой пояс напали на машиниста искалечили его и украли его руки нет я их не крал только одолжил для дела ненадолго а я его связал зачем что вы разве я способен над кем-нибудь издеваться это руки оскара моего машиниста автомата зачем вы их украли они великолепны неповторимое чудо техники я бы не смог собрать такие даже за тысячу лет блестящая конструкция и ювелирное исполнение не механизма настоящее произведение искусства то есть они вам так понравились что вы решили их присвоить я их не крал я просто одолжил на время как только они освободятся я с радостью их верну честное слово а если бы я уехал освободятся это была последняя недостающая деталь теперь я закончу механического пианиста и смогу наконец осуществить свою мечту посмотрите какое чудо я сделал из этих печей и труб старая никому не нужная фабрика это ржавое чудовище не удалось превратить ее в один огромный орган теперь я смогу аккомпанировать величайшей в мире певицы осталось только пригласить ее саму так подожди кто вы сергей бородин директор комсомольского промышленного комплекса то есть его остатки а собственно говоря вы кто и кто вам разрешил тут останавливаться так получилось случайно потому что на поезде возникла неполадка меня зовут кейт уолкер я юрист из америки специально в нашу глушь я очень польщен да нет же говорю вам я не собиралась тут останавливаться я еду совсем в другое место и по другому делу я юрист что вас сюда привело да поезд сломался будь он неладен так задача простите но из ваших объяснений я ничего не поняла а поезд не может ехать дальше без машинистов эти мои изобретения мой труд годы и годы моей жизни все ради нее для нее понимаете того чтобы снова услышать ее голос в стенах отрезать руки обратно кто она о ком речь елена единственная несравненная моя богиня елена романская однажды она приезжала в комсомольске мы тогда были центром тяжелой промышленности она дала здесь концерт до сих пор помню каждую ноту сказочные неземные звуки а потом через много-много лет она спасла меня из бездна отчаяния стал моей путеводной звездой как рецепт новым смыслом жизнь я и услышал что шахты закроет что комсомолец будет передан забвению а я останусь директором рожавеющих развалин да вот тогда меня впервые посетила мысль пусть елена романская снова споет здесь но на сей раз она будет петь для меня одного она не против ну разумеется когда она увидит что я превратил фабрику в орган какому позавидует любая консерватория и все ради нее такая перестройка между прочим не всякому под силу по трубам где тек расплавленный металл я заставил лица сладостные звуки но потом понял что нужен еще автоматический пианист почти отчаялся что не смогу сделать для него подходящие руки как вдруг приехали вы настоящий подарок судьбы не правда да кому-то крупно повезло это точно и когда приезжает ваша мадам романская когда вы сможете вернуть мне руки не знаю кто-то должен найти ее сказать ей послушайте ведь я могу послать вас чем скорее вы ее привезете тем скорее отправитесь по своим делам а отличная мысль и демил что ли но вы обещаете вернуть руки от автомата сразу после ее концерт ну разумеется даю вам честное слово что что же выбора нет придется поверить и где проживает эта певица не могу сказать мы современная молодая женщина конечно вы найдете ее без труда лена романская как-никак мировая знаменитость между прочим я собираю все что с ней связано короче она идет еще и здесь живу как я понимаю ты какой небольшой музей что вы просто обязаны посмотреть так ладно что ладно сходим узнаем посмотрим все это полный бред сумасшедший так ладно с вашей позвали до встречи как я понял от тебя мне больше то не не добиться ни хрена пока что какой-то фанатик а я бы сюда бы мог зайти похоже монорельсом управляют откуда-то еще так это только что он управлял ладно я знаю что он вниз спустился видел картинку сейчас мы тоже спустимся подождите это не или не то это ладно ворвись в комнату сейчас посмотрим что он там сделал для нее так пластинки так платье платье это все то он сделал так отчет что-то нашел давайте посмотрим это что такое кристально чистый голос юной леночки романска потряс и любители и профессионалов собравшихся на девятый фестиваль брюссель юная певица из россии с великолепным сопрано стал открытым фестиваль исключительно талантливую 20-летнюю певицу несомненно ожидает блистательная карьера ой господи 20-летняя какая она страшная лучший номер елены роман собраны на этом золотом диске миллионы копий которые были проданы по всему миру а где риск то а вот он пластинка сломанная понятно товарищ елена романовских выступает перед народом серия вокальных концертов с ее участием прошла на предприятиях страны из киева наша сарийска прибыла в комсомольск на фотографии очаровательная елена вместе с директором предприятия товарищем бородиным и другими почитателями и таланта понятно так успех елена романовской в европе несомненно наша национальная гордость великая елена романовских с неименным успехом блистает на лучших сценах европы после гастролей в милане париже и вене елена романовская дала потрясающий концерт и голосе звучал глубже и проникновение чем когда-либо сейчас елена романовская на вершине своей карьеры и и концертов тот год были исключительны блестящими подтверждением ее славы стала незабываемое исполнение регулятор в дойте с ее большим другом русским фонером франком молковичем напомним что последние недавно приняли решение продолжить свою карьеру в соединенных штатах нихрена себе доказал соединенных штатах же прошлом вечером толпы восхищенных поклонников таланта елены романовской заполнили большой театр чтобы рукоплескать при бадонне в последний раз выходящий на сцену романовская совершила переворот в локальном искусстве ее имя навсегда останется в памяти потомков волнение усталость и болезнь позволили ей лишь тихо произнести сквозь слезы спасибо письма так адресат не на 1 госпожей ленина романовская так а вот листать умоляю простить меня за фамильярный тон я пишу вам так давно и так часто что мне кажется что знаю вас совсем близко надеюсь вы тоже разделяете это чувство если конечно мои предыдущие письма находили вас я пишу вам на этот адрес уже сто двадцатый раз надеюсь что однажды вы вернете сюда и найдете одно из моих писем возможно именно это мне остается только надеяться так не хочется вам сказать столько по так я понял то он пишет и здесь же оставляет никуда не целая мои дела движутся хорошо так но я постепенно нахожу решение возникающих проблем великий орган почти готов надеюсь вы когда-нибудь слышите его звучание госпожа моя превратил свою фабрику в урон и надеюсь что вы станете бриллиантов они это единственная сцена достойно вашего таланта и красоты девочка вы единственное кто мне по-настоящему дорог все мои мысли лишь о вас чем больше проходит времени тем сильнее крепит во мне уверенность что однажды вы появитесь здесь на фабрике которая полностью посвятил вам в моем сердце не умирает надежда что вы примете мое приглашение искренне преданный вам сергей бородин блин хрень какая-то дебил так что здесь это гримерка ну тут нет никакого шкафчика какая-то ерунда надо ему сказать что он дебил так давай ну 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 давай 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 будем сейчас говорить что ты же дебил письма то отправлять надо а не надо их хранить здесь как она об этом узнает или попросить кого-нибудь сбегать там в сша у меня там муж мать ну там еще у меня пусть они передадут а послушайте все это явно сплошное недоразумение верните мне руки оскары и мы сейчас это невозможно руки мне же простите но из ваших объяснений эти мои изобретения и лена единственное что с вашего послушать это помощь может я помогу вам сделать другие руки спец ну зачем усложнять жизнь мне прекрасно подходит те что есть и потом не думаю чтобы вы сумели повторить такое сложное устройство вы говорили про механического пианиста где вы его нашли собрал сам до последнего винтика ну кроме рук признаюсь эта деталь оказалась сложнее чем я полагал в начале руки ведь главная часть пианиста но это не важно поскольку теперь у него пальцы виртуоза вы так увлечены своим проектом а остальные автоматы тоже ваши работы и техника сама по себе меня не привлекает мне просто нужен был робот который сможет аккомпанировать деление романские на моем органе я взял за основу готовый автомат ну неудачную модель секретаря переделал перепрограммировал неудачную модель скажите а вам не встречался ганс фральберг гениальный изобретатель вроде вас ганс фральберг да кажется нет не знаю понятно и все таки удивительно что столько автоматов на фабрике до сих пор в рабочем состоянии но в одном можете не сомневаться есть человека которым вы говорите и был здесь много лет назад я уже давно живу совершенно один вы не имели права заходить в поезд это частная собственно все в этом городе принадлежит государству то есть мне потому что государство здесь мой поезд не часть фабрики мы бы вообще тут не остановились если бы не надо было заводить раз поезд на станции я имею право его экспортирует использовать на нужное производство так это исключено не вынуждаете меня подумайте может быть мы все же сумеем как-нибудь хорошо с вашу так так я думаю мне как-то очень похоже монорельсом управляют откуда-то еще откуда похоже мы на ну-ка блин даже не знаю чё так дан это кто такой дан оливе дан вы позвонили дэну фостеру сейчас так понятно так может мне кто кто-то может помочь оливия подруга давай добрый день это оливия паркер я понятно достойте куда-то телефон то убрала мама привет мам кейт вот это сюрприз солнышко а ты на часы иногда смотришь почему ты споднишь среди ночи а беги до певицы извини мам забыла о разнице во времени я тебя разбудила до певички беги конечно разбудила я уже давно сплю детонька мне необходимо как следует выспаться у меня завтра чертовский сумасшедший день знаешь ли извини пожалуйста но это правда очень срочно у меня мало времени все таки чё то если неправда завтра не терпит то конечно расскажи бабочки что у тебя стряслось да имей ввиду дэну я вместо тебя звонить не буду если ты об этом мам слушай ты говорила что сейчас захмуряешь какого-то моровича или как его там молкович зайка фрэнк молкович а да точно он ведь оперный певец так точно говорят когда-то это был лучший в мире тенор представляешь это здорово тогда он мог знать одну знаменитую певицу ее звали елена романская она тоже русская ты его не спросишь родной если ты увлекаешься знаменитостями фрэнк тебя с любой познакомит щас я его разбужу и пусть он сам тебе все расскажет ты хочешь сказать он кей ты слушаешь фрэнк говорит что он когда-то за этой романской ухаживал ничего серьезного просто платоническая влюбленность говорит у нее потрясающее сопрано отлично а он знает где она сейчас она еще поют где мне ее найти минутку зайка фрэнк говорит что она была тяжело больна и бросила сцену она отдыхает на каком-то курорте кажется это место называется аралабад только это было 15 лет назад и он точно не помнит снимаешь солнышко когда фрэнка разбудишь ему нужно время чтобы прийти в себя спасибо огромное мам и фрэнку передай спасибо вы оба у меня просто молодцы спасибо я тебе еще перец так вот мне мать видимо помогла да потому что во второй части тоже телефоном надо пользоваться раз в америке я я же из америки получается так а там ехала в америку сейчас надо сообщить этому козлу что ни хрена не получится я кажется поняла где искать елену романскую как вы разыскали елену не может быть а как добраться до аралабады есть одна возможность на фабрике никакого транспорта не осталось а вот у старого алкоголика у него наверняка что-нибудь найдется что за старый алкоголик значит вы все таки здесь не один не заметили космодром на холме там сидит один ветеран такая же развалена как все вокруг охраняет объект правда звезды для него уже давно остались только те что на коньяке и вы думаете у него можно попросить машину наверняка не скажу надо еще застать его трезвым а трезвым он бывает не часто надеюсь вам повезет ладно и как попасть на космодром туда ходит монорельс полностью автоматически я его включу когда сядете в магазин почему вы не хотите поехать со мной мне кажется вас елена романской послушать скорее чем меня к сожалению не могу после аварии я стараюсь по возможности не выходить из фабрики и потом директор должен быть на своем посту все так понятно так ну желаете мне поехали к алкоголику к этому и кто это будет алло я тебя разбудил я не могу заснуть а все это история в голове вертится какая какая история дэн да наш спор с тобой ты что забыла мне нужно с тобой поговорить говори знаешь по моему мы оба просто перенервничали тогда не переживай ладно ладно эмоциями и правда ничего не добьешься знаешь я себя таким дураком почувствовал когда трубку положил мне ужасно стыдно падла правда честное слово я оставил в кабинете дверь открытой меня наверняка все слышали а ну прости дэн ты уж извини за меня перед коллегами ничего солнышко ты только обещал ну да у меня сто да я уже я тебе когда звонил я понял что я нужда была нет нет ищу держи меня в курсе ладно ты же знаешь как я я постараюсь целую дэнни вообще пусть и тебя держать включить так и меня получатся куда-то наверх к алкоголю куда должно было утащить давай беги подожди это опять кто-то звонит алло Кейт это ты? как дела? а это подруга отлично тебя там мне и нужно слушай ты что-нибудь слышала о Елене Романской? нет это что русская модельерша? нет это певица знаменитая я должна с ней скоро встретиться вот только найду способ добраться до Орлабада представляешь как мне повезло не совсем а при чем здесь певица ты же игрушками занимаешься слушай ты уверена что знаешь что делаешь ты какая-то другая стала понимаешь если я хочу найти этого Фаральберга то мне сначала придется привести ее к директору местной фабрики не бойся я прекрасно знаю что делаю и зачем а почему ты решила что я изменилась? да так просто показалось ты как-то теперь более уверена в себе что ли? да конечно работать приходит а что это плохо? вот вот видишь ты теперь чуть что сразу на дыбы встаешь в каком смысле? в смысле? ну мы тут с Дэном ходили в кафешку выпили пару коктейлей ему надо выговориться понимаешь? ему так одиноко и что же он тебе сказал? слушай подруга там да ничего особенного просто у него такое впечатление что ты его начала избегать? он тебя понимать перестал? вот вчера например мы были в кино и он сказал что тебе бы этот фильм понравился а я сказала ты хочешь сказать что ты встречаешься с моим женихом? да нет ты что просто поддерживай его пока тебя нет ну и заодно присматривай чтобы он чего не натворил ну и как? что бы я без тебя делала? в постели тоже ничего не творил? ты что ревнуешь? это хороший признак значит он тебе нужен это его здорово порадует так вы скоро снова увидитесь? завтра вечером мы к Гольдбергам идем ты ведь не возражаешь? нисколько нет не беспокойся слушай мне пора короче она там крутит ну забирай его так космодром космодром так ну тут ничего нет ничего нет давай нет ничего нету поднимаемся давай 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 почему ты перед лестницами всегда так тормозишь? давай быстрей мне алкоголик нужен мне алкоголик нужен а он еще выше можно подняться подождите так это что за тут весы какие-то должны быть ой так ну-ка давайте-ка посмотрим где тут алкоголик вообще живет давай поднимаемся алкаш так стой тут ничего нет такого что-то надо сделать ага понятно ладно чуть попозже приду алкаша нету так пол разобраны тут тебе и космодром все разбито все разбито так давай беги что-то я что-то я с другой стороны то что ну-ка подожди что с другой стороны куда-то я не туда прибежал по кругу по кругу бегаю по кругу бегаю пауки или тараканы или что это даже не знаю шевелится ладно чувствую куда-то меня не туда тянет это дело так так ну вот здесь может быть ничего и нету хотя очень а вот подождите как ничего нету вот что-то есть же где-то что-то полилось ладно вот лестница например давай залазь посмотрите-ка вот вот хрень какая-то открыта только а здесь что у нас а вот и бутылочки а вот и улики преступления так давай мне машину извините сэр простите за беспокойство 3 2 1 пуск мать честная кто к нам пожаловал какие девушки теперь по космодромам гуляют пожалуйста не волнуйтесь мне просто нужно немножко информации да ты что коза с луны свалила сейчас по шею получишь никакой информации ни единой военной тайны никто здесь не выведает никто и никогда так по уставу положено ясно не могли бы вы ладно неважно я не пьян берем бутылку раз ты алка и за бутылку то должен вообще все сделать так да где ты подожди а где бутылка то так ты куда пошел что за ролик я что-то не совсем понимаю что происходит ну ладно полковник с вами все в порядке тут мы увидим ой Юра там фото Юры в порядке в порядке в порядке в порядке нет 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 ничего не происходит так ну бутылку тоже здесь некуда вставлять ящики ящики вот сюда пройди пожалуйста ящики ящики может что-то перекусить вот этот провод что-то провода же бутылку не берет ну давай посмотрим здесь что документы так предмет программа так заключение экспертной комиссии после проверок проводились в тени прошлого года члены государственной комиссии пришли к отрицательному заключению отношений ага заключение комиссии космическая комиссия так убедилась в том что у нас лет исследований так не дадут конкретных результатов так члены комиссии считают что настоящий проект станет лишь поводом для насмешек так за последние несколько лет после целого ряда безусловно попыток товарищ явно придет своих познаний в области механики об окончательном сворачивании программы она признается реакционной и мы прекращаем всякое сотрудничество с товарищем фуральбергом это решение было одобрено так комитет 15 апреля и касающихся окончательное прекращение проекта пружин стартовой площадке фуральберга дирек директива объявляет временное закрытие космодрома и а так так это закрыли получается просто а хочу здесь можно взять трубку нет дверную ручку ключ я вообще думал что ладно обрезок обрубок так ладно от чего у нас может быть ключ а там же ключ какой-то был где у тебя рычаги то только что дергал все пойдем сейчас мы там где вот рычаги только что дергал сейчас включим все все поедет а вот это что такое так так что-то не то это что а это мне нужен подойдет а там тогда какой ключ нужен так и куда мне его перетащить бы ну давай я даже не знаю куда это вау вау а еще можно так это чего а я его в чувство просто привел ха 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 блин это что вода откуда вода а хватит прекратите сейчас же да вы что утопить меня решили подожди так поговорить я с тобой хотел давай ну спускайся сейчас мы подойдем к этому клинчуге поговорим с вами так это мы его протрезвили успокойтесь все окей просто утренний душ вы вчера немного перебрали это точно и не в первый раз думаю что и не в последний что что а что что главного города Комсомольска. Разрешите представиться. Полковник Борис Шаров, летчик-коспытатель, не состоявшийся. А теперь вот охраняю остатки Болосновой. Грандиозный комплекс. Жалко, что заброшен. Вся космическая программа заброшена. Вот она, жизнь. Сегодня ты на первой полосе, а завтра никто не вспомнил. Это всегда так. Я приехала на поезде, но он сломался, к сожалению. Мне срочно надо в Арлабад. Мне сказали, у вас можно одолжить транспорт. Сказали? Кто же это сказал? Надеюсь, не Сергей Бородин? Он самый директор индустриального комплекса. С ним поосторожнее, барышня. Он не в своем уме. Коварный и очень опасный тип. Он посоветовал найти вас. Но у меня такое впечатление, что ему до вас особого дела нет. Это меня мало заботит. А вам скажу только одно. С ним держи ухо востро. Ну, это я и без тебя уже понял. На базе маловато машин. Когда космодром решили закрывать, отсюда вывезли все, что куда-то годилось. Не важно. Но еще другой способ. Если что, спрашивайте. Не стесняйтесь. Как вы думаете, дирижабль в порядке? Не знаю. На нем сто лет не летали. Мне еще нужно разобраться с управлением. Об этом не волнуйтесь. Там автопилот. Взгляните, если интересно. Вот ключ. Спасибо. А, вот ключ он мне дал. Так, ладно. Подождите. Большое спасибо за помощь. Ничего. Приятно было поболтать. Так, ладно. Идем. А куда мне идти? Давайте раз кругом. Кругом пойду. Я по сюда пойду. Посмотрим. Так. Пока дирижабль в упор не вижу ракету. Вижу какую-то. Вот ракета какая-то стоит. Ой. Смотрите, подождите. Вот. Это я куда попал-то? А как я туда попал? Ладно, хрен с ним. Предположим, дирижабль. Мне нужен... Ключ, ключ, ключ есть. Блин, я даже не видел дирижабль, как эта ракета была там. Так. Полетели. Не похоже, что эта штука работает. Так, ладно. Так. Блин, я даже не знаю, что... Может... Так, а что починить-то, если я не механик, ни хрена? Да нет, вроде... Так, пойдемте лучше к тому управлению. Там где-то он говорил... Птица, нет? Нет. Так, надо посмотреть, где дирижабль. А вот он, дирижабль! Я даже не знал, что это он... Получается... А, я сюда залез, получается. Все, понятно, да. И не обойти его кругом. Ладно. Вот видите, ракета, ракета, вот крыло-то видно, что это ракета. Ой, подождите. Ты же вроде спать пошел. Что, забыл? Вот вы где, я вас искала. Я запустила автопилот, но дирижабль не желает лететь. Не знаете, почему? Ну, может, и догадываюсь. Но вы, насколько я погляжу, неплохо разбираетесь в технике. Скажем так, за время пути я успела познакомиться с машинами Ганса Фуральберга. И пока что справляюсь. Знаете что, у меня предложение. Вот я сижу на космодроме, черт знает сколько. Все эти годы твержу себе, что когда-нибудь отправлюсь в космос. И лучше бы поскорее, пока водка не совсем меня доконала. Но для этого нужно знать, как работает это летающее крыло. Сдается мне, что вы можете меня просветить по этой части. Помогите мне полететь к звездам. А я вам за это объясню, в чем дело с дирижаблем. Согласны? Согласен. Почему бы и нет? Попробую что-нибудь сделать. Так, давай. Сейчас посмотрим. Будем там, как я понимаю, я... Так, а ты мне ключ никакой не должен был дать? Где ты? Вот, вот сюда. Вот сюда вот ключ. Нет, у меня ключа, ладно. Это чего? О, о, что-то загорелось. Так. Ну, я даже не знаю. И чё тебе надо? Требуется образец крови. Требует... Не... Требуется образец крови. А где я тебе возьму? Так. Не понимаю. Так. Требуется образец крови. Даже не знаю, куда тебе. Ну, пойдем, спросим у алкаша. Так, а ты куда ушел-то? Требуется образец крови. Требуется образец крови. Требуд be here. Давай, давай, давай. Давай, давай. Где мне тебя еще искать-то? так нету ладно идем обратно в пункт хотя нет дирижабль где дирижабль идем туда где-то же он должен быть куда-то убежал мне нужна твоя кровь только я не знаю как ее добыть там пипетка какая-то была где-то я пипетку пропустил так а где ее можно взять-то пипетку тут тебя нету давай 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 так алкаша нету еще разок не похоже понятно значит только он не сможет помочь ладно пойдем свою кровь на будем пласовать я не знаю хотя надо то по идее его раз технология такая продвинутая космодром что-то за круглая штука вообще давай ты бы на дирижабль бы также забиралась как здесь быстро бы также забиралась как на дирижабль где-то что-то я выпускаю где-то что-то можно взять просто вообще палец по идее сувать там надо берешь палец если эта штука вообще работа а я ну ладно алкаш них иначе я взял это давай а где ты сам-то ходишь ну-ка давай сейчас будем тебя искать или по всему космодрому бегать вот и дай бог кстати у меня такое ощущение что тот в такой штуке которую я поднял там обитает может так его нету понятно да куда-то ушел давай надо тебя поймать когда сюда вот с этой стороны обойдем вот вот куда-то тоже попали смотрите как это что такое не похоже что эта штука так нет нет какой-то мост должен выдвинуться не похоже не похоже ладно спускаемся вниз спускаемся вниз давай блин как сложно так а как сюда быть внизу тебя нету нет или ты есть где-то есть так ладно сейчас спустите надо спустить ту штуку а то что-то я уже обратно пошел космодром то там должен быть а я уж тут что-то разгулялся по всей территории бегом давай девочка бегом где ты можешь быть падла из-за острова на стрежень вот в этой штуке он может быть так пойдем опустим ее так давай недопустимая процедура блин пойдем все таки сюда то я еще ничего не положила как я понимаю попались на засунуть что-то вот он телк падла я тебе говорил где-то там прятался скотина давай мне нужна твоя кровь всю отдай литрами товарищ борис мне нужно несколько капель вашей крови это еще зачем чтобы запустить центрифугу нужен образец крови пилота у космонавта должно быть железное здоровье поэтому надо взять анализ крови это не больно две вещи всякий настоящий солдат готов сделать по первой просьбе снять штаны и пролить кровь хватит и второго как пожелаете эх старый козел надеялся молодец красавчик что вот немецкий аплодисменты его ай все так ну скоро вы там сколько можно возиться давай ничего страшного подождите еще немного я стараюсь извиняюсь просто уже нет сил терпеть вы даже не представляете как долго я ждал эти минуты да давай несём эту кровь я не знаю что это у нас по лбу он опять ушел так сюда да результат отрицательный повышенное содержание алкоголя это моя кровь сойдет не допустимая процедура так штуку подняли окей кажется я разобралась с вами с этой машины садитесь и запускаем это центрифунга ой 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 подождите идет он там вдалеке поэтому курсора нету ничего давай доходи там до куда-то до дирижабли до чего и как слышите прием да слушайте я хорошо безобразно говорите громче хорошо отчет программа запуска активирована начинаю отсчет полковник вы не сказали про дирижабль как его запустить чего коленчатым короче ты меня обманул так поехал ты на ракету сел и полетел до 10 девять восемь и меньше шайлона 5 4 короче 3 2 живу один ноль пуск улетел он обещал вернуться ничего мы тоже коленчик так мне получается сейчас на дирижабль надо идти давай пойдем на дирижабль так это он оставил мне что-то смотрите не было этого коленчатый рычаг а вот видимо им надо чего-то там крутить подождите а чё крутить ты если мне надо так что на дирижабль это вроде не было ничего там только рычаг был который заводился то есть который дергался подождите а есть еще одно место где этот рычаг мог пригодится так здесь мы его будили так воду нет воды больше нет а ко мне надо он туда где-то тут вот что-то было что-то похоже если мне память не изменяет вот здесь там птица еще было это вот мы недавно пока этого алкаша искали забрели же сюда да 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 подождите это это как я понимаю сирена воздушные как она тревоги или что-то в этом роде и вот вот этот вполне похоже сейчас воздушная тревога я птиц разогнал вот этим штука это величие ясли бы этого кто сорок этих сожрет парочку остальные разлетятся еще получается дирижабль не летел из-за этих куриц ладно куда-куда куда-куда поздите а я должен вообще в америку что ли обратно слетать что ли на этом дирижабле если это действительно так то это бред полный пусть мамам там это не знаю монсеррат кабали это выиски вот дает денег на проезд ракеты нет уже смотрите правда ты не ракета какой-то я даже не знаю и по звездолета наверно было как правильно даже не знаю так ладно и смотрите нет вообще думал что тараканы какие-то пауки точно ничего не надо так 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 ни хрена ну-ка дергаем рычаг что будет а не смотрите-ка завелось транспорт поднялся в небо и кстати мне нужно вспомнить в каком году дирижабль же это разбился катастрофа в америке была очень сильная по нему еще это несколько фильмов и сериалов там так сказать не по нему сделали а участвовали участвовали что в прошлое якобы там попадали там это дирижабль был или кто-то на этом дирижабле участвовал а дай бог памяти дирижабль был разбился и сгорел там да сильно очень много людей погибло это было 1930 год если не ошибаюсь так британский дирижабль разбился так это мы куда-то прилетели ну что ж давайте на этом сейчас пока закончим сейчас посмотрим куда мы вообще вышли так тут ничего нет нет ничего траву не берем а тут сразу смотрите куда-то он спускается ну-ка с лестница спустись здесь можешь что-то взять траву не берет ничего такого нету пойдем посмотрим алло кей чем вы там занимаетесь мне нужны новости результаты в конце концов конечно мистер марсон мы все в этом заинтересованы я делаю все что в моих силах но пока что новостей нет кей вы похоже не понимаете насколько это срочно игрушки по всему свету стоят у меня над душой и капают на мозги я не могу так долго вешать им лапшу на уши вы ставите нашу фирму в крайне неловкое положение мне очень жаль но мне пришлось сильно изменить первоначальный план мисс уолкер выходите по минному полю сколько можно повторять что это контракт первостепенной важности первостепенной вы поняли я прекрасно понимаю мистер марсон поверьте я делаю все что в моих силах но это действительно трудное задание обо всех трудностях будете рассказывать когда вернетесь домой когда я в следующий раз позвоню будьте любезно рассказать мне что-нибудь существенное ясно да мистер марсон так хорошо давайте посмотрим что там вот ничего такого они смотрите что-то фонтан что-то набрать можно пойдемте посмотрим что-то можно набрать надо бутылку вот с водкой наверное нет ну-ка руки помочь красиво что и все что ли как я понимаю подождите отель да вроде че чисто дарья и отель что написано то так так о пути я должен на поезде да сюда пригнать или чего что скажите а тут ничего такого и нету чем кто-то должен быть наверное или вот эти штучки мне нужны так так ну с другой стороны тоже понимаю что не особо ничего нету раз поезда здесь нету а а заводить поезд здесь можно вот чё а что давай а а хрен пойми чё прочитать прочитать там прочитать там не прочел я полагаю вы не бронировали номер верно полагаю но неважно у нас есть несколько свободных номеров с видом на море так что вот пока что самый лучший вот это простите я вообще-то не собираюсь останавливаться в орлабаде о о как в таком случае чем могу быть вам полезен так че мне надо я бы хотела поговорить с одним из ваших постояльцев знаете что это крайне нежелательно вот так ни один из постояльцев не предупреждал что ждет посетителей вы не можете появиться просто так у нас очень строгие порядки на этот счет не в наши дни знаете хорошая гостиница не может себе позволить пускать всяких там знаете непрошенных гостей с улицы не 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 Пожалуйста мне просто необходимо с ней поговорить это очень важно если бы это было настолько важно вы могли бы предварительно позвонить сюда вот так люди приезжают сюда отдыхать знаете ли они ищут уединение а этого не так легко достичь в наши дни не буду вас больше задерживать мем все до свидания все честно говоря если бы я могла позвонить я бы позвонила но я не могла пожалуйста сэр не могли бы вы сделать небольшое исключение надо отвлечь его давай падла не 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 сударыня в нашем отеле ни для кого не делают исключение все желаю удачи все до свидания ух падла обычно я путешествую на механическом поезде здесь случайно нет станции поблизости а как же у разуме конечно есть а разве вот это не ваш воздушный шар я видел это разорванный в саду у гостиницы лежит ах да дирижабль это другое дело вот ну знаете это мне не так важно слышать но вам лучше убрать его как можно скорее вид газона с подобным украшением в кавычках может не понравится нашим постояльцам понятно так ладно что ж в любом случае спасибо ага к вашим услугам мисс так понятно что от него ничего не добиться а водка может подожди может его споить можно нет нельзя может каким антенны кабель перерубить ну никак ну чтож так это я выйду обратно ну чтож на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и увидимся уже в следующем видео подождите я зашел куда-то сейчас я подождите что-то я возьму и закончим бери тебе домой еще средства узыри будем делать в этом фонтане подождите сейчас я только посмотрю откроется эта штука или нет закрыта ну я так и предполагал все еще раз говорю подписывайтесь на мой канал пока 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 я